Доброго времени суток! С вами канал OpenFrame TV и в этом видеоролике мы соберем вот такую схему семисторный регулятор напряжения. Данная схема отлично пойдет для регулировки ламп накаливаний, двигателей, а также можно регулировать температуру паяльника. Много различных применений можно найти для данной схемы. Вначале рассмотрим как работает данная схема, проведем тест на обычной лампе накаливания, потом покажу схему и сам процесс сборки. Для теста будем использовать мультиметр, непосредственно наш диммер и лампу накаливания на 60 ватт 220 вольт. Как видим минимальное напряжение, которое может выдать наша схема, это около 14 вольт. Теперь плавненько повышаем напругу. Точность регулировки в пределах 5 вольт, можно выставить любое напряжение от 0 до входного. Как видим растет напруга без особых проблем, но так как у меня в сети сейчас не 220 вольт, то и на выходе естественно не 220. Плюс еще пару вольт падения на семисторе, но то уже не так страшно. Далее рассмотрим схему и приступим к сборке. Схема устройства перед вами, она очень простая. Пару слов про элементы. Это резистор минимальной мощности, конденсатор на 0,1 микрофарад 400 вольт пленочный и светодиод на 3 вольта. Силовой элемент может быть 600 вольтовый или 800 вольтовый. Теперь поговорим про работу схемы. Как известно, к нам приходит синусоидальное напряжение. Если мы нагрузку подключаем в сеть, то эта вся синусоида рассеивается на ней. Теперь же с помощью нашей схемы мы будем регулировать угол открытия семистора и тем самым изменять синусоиду. Форма ее уже будет не такая, как прежняя, а с вот таким переходом. Достигается это с помощью резистора и конденсатора. Резистор, изменяя свое сопротивление, изменяет скорость зарядки конденсатора. И как только она достигает уровня пробоя денистера db3, открывается наш семистор. На синусоиде это выглядит вот такими точками. Этих точек может быть множество. Я нарисовал всего две, чтобы наглядно показать и не засорять рисунок. Это половина синусоиды открывается. И это максимально, что доступно. То есть у нас это было около 20 вольт. То есть в эту зону уже не заходит наш семистор. И естественно, вся синусоиде тоже не пойдет, так как идет падение напряжения на элементах. Вот так работает наша схема. Теперь перейдем в программу SprintLight. Нарисуем печатную плату и будем собирать. Быстренько набросали чертеж платы в программе SprintLight для того, чтобы не затягивать ролик. И теперь идем печатать ее. Распечатываем наш рисунок платы на принтере лазерном. И теперь с помощью утюга необходимо перенести на стеклотекстолит. Далее травим плату с помощью перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Вот в таких пропорциях. После травления получаем плату. Идем ее сверлим сразу же. Выравниваем края. И в итоге у нас вот такая заготовка. Теперь в эту заготовку необходимо впаять наши запчасти. И проверять работу схемы. После установки плата выглядит таким образом. Как видим все ровно, аккуратно расположено. С обратной стороны плата промыта от флюса. А также впаяны два провода, которые необходимо будет подключить в разрыв цепи. Как видим не стал делать отверстия под крепление самой платы. Так как плата очень легкая. И будет крепиться непосредственно на айку резистора. Вот. И токи до 4 ампер данный семистор может выдерживать без радиатора. Далее. Перед установкой каждого компонента я с помощью ESR-метра проверял его работоспособность. Так как даже новые компоненты могут быть неработоспособны. Вот. Вот такая получилась схема. Кому понравилось ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.